Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Идеальные крыши к четвергу. Справятся ли ульяновские коммунальщики с сосульками и наледью? Старейший в Ульяновской области туристский клуб отметил юбилей. Транспортная полиция отмечает столетие. В Ульяновске открылся музей ненужных вещей. Ульяновские студенты отпраздновали праздник труда и молодости. Накануне в России отметили День студенческих отрядов. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. За годы своего существования движение студенческих отрядов построило свою большую историю. Наши мамы и папы сегодня с удовольствием рассказывают о своих поездках на картошку, будучи студентами. Советская и российская молодежь принимала участие во многих главных стройках страны. В этом году исполняется 60 лет студенческим строительным отрядам. Они начали свое праздничное победное шествие в 1954 году в год освоения целины. Мы строили дороги, строили линии электропередач, строили вузовские корпуса, объекты соцкультбыта и так далее. Официально День студенческих отрядов стали отмечать в 2015 году. Ульяновские студенты отметили праздник концертом во Дворце творчества и молодежи. Сейчас в региональном отделении студенческих отрядов насчитывается около полутора тысяч человек. В прошлом году ульяновские студенты впервые попали на Всероссийский трудовой проект, благодаря которому успели поработать в Крыму. Ежегодно на базе гостиничного комплекса «Ялта-интурист», который находится в городе Ялта, в республике Крым, организуется Всероссийский трудовой проект. Туда съезжаются 450 студентов, бойцов студенческих отрядов со всей России. В 2018 году туда попалось 17 отрядов, а заявку подавали 59 отрядов. Так вот, ульяновский студенческий сервисный отряд «Калейдоскоп» прошел все конкурсные испытания и участвовал в этом Всероссийском трудовом проекте. Кроме туристической отрасли, ульяновские студенты задействованы в педагогических отрядах, где трудятся вожатыми в лагерях. Лучшим бойцам студенческих отрядов вручили благодарственные письма и подарки. Больше 30% крыш многоквартирных домов до сих пор не очищены от снега. Такое заявление сделали сегодня во время аппаратного совещания. Ульяновские коммунальщики к работе готовы и уверяют, до четверга проблемы устранят. Перепад температуры за окном и участившийся снег привел к тому, что на крышах многоквартирных домов образовались огромные сосульки и снежные шапки. Городскую администрацию отметили, только за прошедшие выходные в контакт-центре при главе города зафиксировано 89 обращений о протечках крыш. Было составлено 53 акта о нанесенном ущербе. В остальных случаях хозяева квартир отсутствовали. По каждому акту составляется претензия коммунальщика. В случае невыполнения предписаний встает вопрос о смене управляющей компании. В течение пяти суток мы осуществляем подготовку документов, соответственно, объявляем в соответствии с статьей 165 ЖК, объявляем в собрании собственников с целью выяснения у собственников, желают ли они работать с этой управляющей компанией или нет. В целом по области неочищенными от снега и на альзе остались 1300 преддомовых территорий и 406 кровель. В областном центре на крышах работают 40 промышленных альпинистов. Тему затронул на прошедшем сегодня аппаратном совещании губернатор. По словам Сергея Морозова, коммунальщикам необходимо активизироваться, а лучше всего перейти на круглосуточную работу. Поэтому мне ваши разговоры о том, что там 4 работают, там 2 отдыхают, неинтересно. Мы должны там незамедлительно устранить, и вы мне определите этот срок. До четверга, до четверга, до конца этой недели, будьте добры, до конца недели. Но чтобы я к концу недели, а коллеги журналистов вас слушают, они же разнесут эту информацию по всей Ульянской области, и жители всей Ульянской области будут знать о том, что до конца субботы, или там воскресенья этой недели, их кровли будут очищены. Министерство энергетики, ЖКХ и городской среды заверили, крыши очистят к четвергу. Под особый контроль взяты 114 жилых домов и объектов соцкультбыта, на кровлях которых характерное образование больших масс снега и наледи. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. Они следят за соблюдением общественного порядка и мер безопасности в поездах, самолетах и автобусах. Сотрудники транспортной полиции отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в России отмечают столетие транспортной полиции. Ульяновские главные торжества прошли в киноконцертном зале «Современник». Свой профессиональный день отметили работники подразделения обеспечения правопорядка на железнодорожном, воздушном и водном транспорте МВД Российской Федерации. Сто лет – это очень большой срок. И, безусловно, востребованность вашего службы была доказана временем. Сколько бы ни проходило в нашей системе реформ, служба транспортной полиции остается востребованным обществом. Ее цели и задачи понятны и ясны. В этот день транспортные полицейские устраивают показательные выступления и выставки используемое оружие. Отличившиеся работники получают медали и звания, награждаются почетными грамотами, благодарностями, премиями. А самое главное – не забывают про ветеранов – транспортников, которые службе отдали не один десяток лет. Работу свою люблю и любила. Относила к ней со всей ответственностью. Не обращала внимания женщин или мужчин вместе с мужчинами по командировкам ездила о транспорте. Этому подразделению посвятил 20 лет. Пришел в августе 1974 года и на пенсию шел в 1994 году. В октябре 1994 года. 15 лет я был замначальника и 5 был начальником милиции. Вот это дело. У меня было 457 подчиненных, 227 офицеров. На праздничном концерте всех собравшихся приветствовала вокальная студия «Забава». Ульяновские танцоры подарили зрителям несколько своих лучших номеров, а инструментальный эстрадный дуэт зарядил позитивом на всю рабочую неделю. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. 29 пьяных водителей поймали в Ульяновской области за выходные. С 15 по 17 февраля сотрудники госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». От освидетельствования отказались 29 человек, в том числе три водителя задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. 20 февраля во всех кадровых центрах Ульяновской области пройдут ярбарки вакансий. На встречах жители региона смогут получить консультации психологов, юристов, профконсультантов по вопросам применения закона о занятости населения. В настоящее время в области насчитывается 9,5 тысячи открытых вакансий. В прошедшие выходные старейший в Ульяновской области туристский клуб «Горизонт» отметил юбилей. За 30-летнюю практику в его рядах побывали тысячи ульяновцев. На юбилейном вечере побывала Наталья Чумаченко. Кому озеро по колено, а горная вершина по плечо? Ответ прост – туристу. Ульяновские туристы уже многие годы считают своим родным домом спортивный туристский клуб «Горизонт», который был основан 5 февраля 1989 года. За 30 лет сделано немало, пройдена не одна сотня маршрутов, покорен не один десяток вершин. Особенно клуб сегодня гордится своими воспитанниками. Молодые люди имеют спортивные разряды и звание мастер спорта и судья первой категории, а многие награждены значками «Турист России». Да, много ребят, значит, эти огоньки, эти искорки по всей России, значит, где-то кто-то до сих пор занимается, иногда там поздравляют, пишут, приезжают. Ну, много меня, конечно, знают, мы постоянно, вот, соседние регионы Приволжского федерального округа, значит, много ребят у меня ходило с Татарстана, с Башкирии со мной, ну, то есть опыт большой. Помещение клуба сегодня оборудовано для проведения теоретических и практических занятий по спортивному туризму. Подготовка в клубе ведется по нескольким направлениям, среди которых альпинизм, спасательные работы, спортивные маршруты, основы выживания в природной среде. Спортсмены клуба регулярно участвуют в кубках и чемпионатах России, привозят дипломы за призовые места и медали. Когда я пришла, я не сильно занималась, мне это не сильно было важно, а потом как-то после некоторых соревнований меня втянуло, мне понравилось соревноваться, и вот я стремилась, стремилась, и вот получилось как-то так. Горизонт в честь юбилея пригласил своих воспитанников и друзей на праздничный вечер. Кости делились воспоминаниями, пели песни и даже травили байки. Самое запоминающееся? Самое запоминающееся, это, наверное, была пешеходная первая. Это был Сенгелеевский район, шесть дней, ну, получилось, что не шесть, а семь. Нас чем запомнилось, это был первый мой серьезный поход, и тогда был всегда дождь. То есть это самый такой момент, что очень было тяжело идти. Однако трудности только закаляют характер. Ульяновская общественная организация «Горизонт» продолжает жить вопреки всему и планирует отметить еще не один юбилей. Мобильники, фотоаппараты и открытки с историей в Ульяновске открывают уникальный музей ненужных вещей. Создатели экспозиции никто иный, как сотрудники мусоросортировочного завода. На карте города Ульяновска появилось еще одно новое интересное место. Это музей забытых вещей. И, как бы ни странно это звучало, музей появился на мусоросортировочном комплексе. Здесь мусор, то есть вещи, обретают вторую жизнь. Многие люди, впервые услышав о музее ненужных вещей, совершенно искренне полагают, что им придется рассматривать выброшенные на мусорку зонты, ключи, косметички, сумки, зажигалки и другие старые вещи. Однако название музея не стоит понимать буквально, оно носит лишь символический характер. Экспозиция музея предлагает окунуться в забытую культуру и бытгорожан эпохи СССР и 90-х. В тот мир, который мы уже почти забыли. У нас приходят школьники и прочее, пенсионеры приходили, недавно старшие домов, которым интересно, они смотрят, на самом деле для кого-то это целая история. Это был у меня первый фотоаппарат. Дедушка слезу опустил, взял такой, говорит, я о нем просто мечтал, у меня где-то же дома он лежит. Старые пленочные и цифровые фотоаппараты доживают свой век на стеллажах из ящиков. Первые мобильные телефоны, кассеты и пленки с музыкальными композициями, кинофильмами и мультфильмами поражают своим хорошо сохранившимся внешним видом и работоспособностью. И даже нарисованные открытки 40-х и 50-х годов прошлого века еще не до конца выцвели и потеряли былую роскошь и очарование. Сегодня таких стеллажей на территории Ульяновского ресурсосберегающего комплекса по обработке отходов уже больше двух десятков. Идет постоянное пополнение коллекции. Ведь кто-то вложил в них руки, силы, умения, кто-то купил, кто-то пользовался, была память, а кто-то взял и выкинул. И мы подумали, что нужно все-таки попробовать хотя бы для своих работников еще объяснить, что надо очень бережливо относиться к самой природе, не брать лишнего. Подобные экспозиции уже есть в Калужской и Иркутской области, Краснодарском крае и Питере. Планируется, что официальное открытие Ульяновского музея состоится в 2019 году, а экспозиция станет выездной, чтобы охватить как можно большее количество людей, которые увидят вторую жизнь старых вещей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Сегодня вечером ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 25 метров в секунду. Метель на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. По прогнозу синоптиков, подобная погода сохранится и завтра. Будьте аккуратнее на дорогах. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале allpravda.ru. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok